Печенский район отметил 75-летний юбилей. Официальный день рождения при граниче 21 июля, но в связи с периодом отпусков праздник традиционно отмечают в начале сентября. Петр Широбоков и Борис Савельев тоже поздравили юбиляра. Любимые места, природа, жители, такой многогранный и удивительный главный герой этой юбилейной фотосушки Печенский район. Таким разным и ярким, казалось бы, уже привыкшие ко всему северяне видят его здесь впервые. И это, конечно, заслуга авторов фотографий. Любви, в данном случае к своему родному краю, все возрасты покорны. Среди авторов фотоработы совсем юные, только начинающие творческий путь фотографы. Я занимаюсь фотографиями где-то год. Я просто фоткала и решила выкладывать это в соцсети. И начала набирать много лайков. И те, кто уже давно участвует не только в выставках, но и в самых разных профессиональных конкурсах. Попала в топ-50 в прошлом году «Лица труда» в «Комсомольской правде». В этом году «Зафиксируй мир» попала в топ-100. И фотография с никелем висела в Третьяковской галерее на выставке. Тематика и настроение фотографий разные, но все без исключения фотоработы объединяет особый взгляд. Очень красивый север. Замечательная природа. Даже по фотографиям видно, что сколько мест красивых. Тут богатая природа. Я вот сама приехала с Латвии. Но я поражена просто севером. Фотографии – это застывшие фрагменты прошлого. А вот появление новой, современной зоны отдыха, первый мост на набережной реки Шуани-Йоки. Это уже часть ближайшего будущего из концепции развития Печенского района. Живописный берег в районе так называемого Первого моста был популярен еще в 60-х годах. В этих местах горняки, металлурги и их семьи отмечали свои профессиональные праздники, вспоминают старожилы. Первый мост, пляж, но все такое дикарское. Не было такого. Но у народа всегда много было. И лето было всегда хорошее. Это сейчас лето нет. А тогда прелесть. То, что сделали сейчас, вы посмотрели? Ну, нормально. Первый раз я приехала, посмотрела. Подруга привезла, говорит, пошли смотреть. Ну, нормально, хорошо. Улучшать надо. Красиво. Красоту и удобство отдыха обеспечат спортивные и детские игровые площадки, парковые беседки, скамейки и урны, прогулочная зона с новым асфальтовым покрытием, зона парковки автомобилей и даже речной понтон. Не забыли и о безопасности. Установлены мачты освещения, барьеры безопасности и камеры видеонаблюдения. Посмотреть, как тут интересно, красиво сделали. Только у нас за полярно бы хотелось, чтобы нам сделали. Все это нам нравится. Есть где место отдохнуть, посидеть, детям поиграться. Такое преобразование зоны отдыха стало возможным благодаря концепции социально-экономического развития Никеля и Печенского района. Она разработана региональными и местными властями при участии местного сообщества и компании «Нурникель». Хорошо, что эта зона появилась. Хорошо, что появилась концепция развития Печенского района. И вот в рамках этой концепции были услышаны жители, и те запросы, которые были у жителей, они были реализованы на этой площадке. А значит, обновленная прибрежная территория при бережном обращении продолжит оставаться местом притяжения жителей района еще долгие годы. Петр Широбоков, Борис Савельев, Александр Полистовский. ТВ-21. Никель.